Это был хороший начальник в карьере Белла-Тори, с 3 победами. Как вы чувствовали, как вы чувствовали ваши перформансы и привыкли к жизни в Белла-Тори? С каждым моим боем остаются впечатления об этой организации все ярче и ярче, потому что первый бой, когда я сделал, это был ковид, я вообще не понял, как мой бой прошел, то есть я зашел, подрался, не было зрителей, не было поддержки, и меня сразу же вывели из зала, я победил, был свободен, то есть на тот момент я даже не понял, где, как и зачем, не прочувствовал даже. Потом следующий бой, и в третьем бою, я, наверное, в бою с Брэндоном Примусом больше испытал все эмоции, которые хотел испытать за все эти три боя, и на сегодняшний день участие в Grand Prix, наверное, также меня мотивирует и вдохновляет. Субтитры делал DimaTorzok Точнее нрачный — Ребята здесьatellизме, честно говоря! Как я нар Babacore еду, а ça sentir в самое главное противник для вас или огромный момент? У нас в Сан-Хосе, это anf Yep, если же это beginningou the Grand Prix, а ты чувствуешь это как большая часть plötzlichей твоей карьеры? Да, я как раз к этому явел в Special Olympics. То есть вы чувствуете, что, на данный момент, это один из самых больших боев вашей карьеры? Да! Это самый большой бой в моей карьере, в целом, наверное,第一個 события, а самое большое в карьере. У меня хочу обратить внимание, что у меня не было пятирайонных боев. поэтому для меня это тоже имеет значение и определенный опыт впереди меня ждет, к которому я готовился и с нетерпением жду. Но я думаю, что вы думаете о первом матче-апе, как первом? И он победил Sydney Outlaw. Я в тот же момент подумал, что, скорее всего, мы с ним подеремся. И я думал, что этот бой состоится претендентски, но так получилось, что мы в первом бою, в Гран-при, но все же этот бой все равно будет. Я знал Таффик раньше, как бойцов. И когда я понял, что ПФЛ его приглашает, я как-то чувствовал, что мы смогли переложить путь в какой-то момент. Я просто не понимал, что это будет наш первый матч-ап. Я думал, что это будет, наверное, потом, где Белл будет. Но, опять же, он хороший бойцов, и это будет отличная возможность для меня. Вы, ребята, не самые известные люди в Украине, но я думаю, что хардкор-файт-фанцы говорят, что это лучший бойцовый день. Я имею в виду, что ты чувствуешь эту энергию, и что это означает что-то специально? Может быть, есть крупные названия, но хардкор-файт-фанцы очень подключены в этом. Ваши имена достаточно новые в Штатах. Уже многие начинают вас узнавать больше и больше. Понятное дело, что другие ребята, может быть, более известны. Но, мне кажется, это очень хорошее у вас получилось. То, что вас вместе поставили, это достаточно хорошая комбинация. Вы считаете, у вас хороший бой получится? Я хочу сказать, что, наверное, любая организация в мире готова заплатить большие деньги за этот бой, чтобы свести таких двух спортсменов. Я нисколько не умоляю ни свои, ни Тофика заслуги. Поэтому я знаю, что такие бои организовать очень тяжело. И любая организация в мире заплатит за этот бой большие деньги. Я думаю, что это будет хорошо. Я думаю, что это будет хорошо. Это будет хорошо. Я не могу, по-моему, неизвестно. Я думаю, что это будет хорошо. И многие организации будут платить хорошие деньги. И, конечно, кудоже, Белатуре за организмом. В последнее время для меня. Я думаю, что это означает, что вы победите этот гран-при? Я думаю, конечно, вы пойдете как чемпион, и у вас будет еще миллион долларов в вашем доме. Но что это означает, чтобы победить три очень тяжелых оппонента и победить гран-при? Если вы закончите победителем, соответственно, вы получите Бояс, миллион. И что для вас будет вообще означать, что вы пройдете через трех таких соперников? Да, меня будет означать то, что я... Я трудился все эти годы не зря. Все это было не зря. Вся моя подготовка, которая шла к очередным боям. Все, что я делал с самого начала своего детства, с первых занятий моих карате, когда я ходил, приезжал на маршрутке, на автобусе, на соревнованиях, когда были какие-то неудачи, поражения, проигрыши, травмы. Все это было не зря. И тогда я пойму, что я к этому пришел, я это заслужил. И я буду рад этому моменту, что у меня будет пояс на моей талии. Это было не зря. Это было не зря. And finally, I see it's paying back. This is a unique opportunity. And again, if I win, I'm going to prove myself that that was not in vain, that all those training that I put in the past, they're going to pay off. So for me, that definitely is a pinnacle of all my training coming into fruition. Was your training any different because of the fact that this is a tournament and you know that you have an unknown next date on the calendar if you win on Friday? And then second part to that is how hard is it to not look ahead at the potential of who your next opponent could be and only focus on what you have to do on Friday? No, I didn't change anything. In the first place, I was focused on the fact that all the fights will be 5-round. I started training in the middle, then I started training in the middle, and then I started training in the physical conditions, and then I came here to the States for the sparrings and active working for the opponent. As of now, I'm not trying to look past my current opponent. I'm getting ready for March 10th, so that's my primary goal right now. And when it comes to training, a lot of effort and thought was put into the fact that those are all going to be 5-round fights. For me, that's very important, you know, because it's going to be much longer, extra 2 rounds. Also, since I knew it's going to be different altitude, I kind of started training in mountains just to make sure, you know, I'm kind of prepared for this side of the country and I don't feel too out of place. Over here, so you kind of just touched on it. This is your first time fighting in California and not fighting at the Mohegan Sun for Bellator. How are you enjoying the California Sun? And since this is your first fight in California, there are definitely different conditions, different conditions, different height. How is your acclimatization here? How is it going to be time for California? I was going to be a little bit earlier than all the other players. I was going to be in the Saturday. I was going to be a week for a week for a week to get to my time, because I was in Miami and the difference between California is 3 hours. In California I was not the first time in Los Angeles, but I was already there in the AKA. I was training for three weeks. It was 2018. I was already in San Jose, I was in San Francisco, and it's hard to get back here again. And last one for me, I want to read you the caption you have on Instagram. Sorry if this doesn't translate correctly. It's better to flash brightly and burn to the ground instantly, than to realize life has passed you by. Can I ask why that quote means so much to you and why you chose that one? Question about the question that you have in Instagram, that it is better to burn and burn and burn and burn. Why did you choose this phrase? What does it mean to you? I think that I have to hold the rules of life, that it is necessary to act. And it is necessary to sit on the ground and wait for the future. So we need to use the possibilities, which we have on today. I have experience in my life, when I was waiting for a while, and waited for me to sign on UFC. So they promised me, and the matchmaker wrote, we will sign on it, and now we will sign on it. And then it was COVID-19, and then it was COVID-19, and then it was COVID-19. And I was supposed to debut on the second tournament in Russia. And all this was kind of laid out and laid out, and laid out, and waited for a while, and waited for a while, and waited for a while, and waited for a while. And then I realized, that there is no reason to wait. You need to use the possibilities, which is on today. And I am happy that I was in Tor, and I have good conditions. And you can see, and you can see, that I am in one of the most bright and loud events that exist in the world of lightweight weight. It's the Grand Prix. That quote alludes basically to the notion that be resourceful, kind of, life gives you lemons, make lemonade. So that's what happened with me when I was waiting around, sitting for UFC contract that they promised, and you know, it was not coming into fruition. I spent a lot of time being inactive. So, in a way, looking back, I'm very thankful that I'm being in this Grand Prix, which is like world level event, and maybe that was meant, you know, for me that I didn't go that way, and I ended up being here. So, but again, I mostly believe in that we should not waste time, and whenever you have opportunities, you should just go for them, you know, and make the best out of it. Thank you, Alexander. Thank you. Thank you guys.